Даша, здравствуй, рада тебя видеть. Я тоже тебя рада видеть, здравствуй. Да, ну и говоря, конечно, о твоих материалах, которые уже вышли на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда» о том, что китайцы уходят с Дальнего Востока, огромное количество откликов, но мне хотелось бы начать вот с чего. С командировкой действительно у тебя была достаточно продолжительная, но надо ли было это делать? Ведь ты же сама из Хабаровска, вот ты же всю эту проблему знаешь. Ну, я же там уже много лет не была, и тем более, что я наезжаю, я уехала там из Хабаровска, мне было 16 лет. Но вопрос в том, что как бы, что меня поражало, когда я приезжала там раз в год, раз в два года, я очень хорошо помню свои детские страхи. Ты знаешь, у нас, значит, во-первых, я родилась в год конфликта на острове Даманском, то есть это 69-й год. И это произвело сильное впечатление погибшей пограничники и так далее. Вот это очень на Хабаровский край, вообще на Дальнем Востоке произвело сильное впечатление, вот этот кошмар. И тогда, значит, это всё казалось, что, значит, я даже помню, что мы переделали песню, помню, что такая песня «Листья жёлтые над городом Гуржатка». Да, да, а было «Лица жёлтые». Ну, «Лица жёлтые над городом Гуржатка», мы в детстве, да, да. Это была песня китайских парашютистов, я до сих пор это помню, потому что страх был так велик, мгновенно Хабаровск превратился чуть ли не в военный город, это был большой военный городок, там были переброшены огромные силы, вообще военные, мы вложились в огромное, огромное средство укрепления границы. Китайцы со своей стороны укрепляли тоже границу, и отношения были просто вот-вот, мы встали на грани войны. И вот этот страх, он остался, может быть, с детства, очень серьёзный. Далее, вдруг представь себе 90-е годы, я приезжаю на каникулы с университета, я вижу город, приполненный, значит, крикливыми, шумными, непонятными, узкоглазыми людьми, которые быстро учат русские слова, они повсюду, они торгуют различной дрянью, там, куртками, у которых молнии ломают через месяц. Тут же они сами чинят эти куртки, тут же сидят люди, которые прибивают набойки, которые отлетают, значит, китайские ребята, значит, сидят. Какие-то китайские мастерские, куча китайских ресторанчиков, которые варятся непонятно что, значит, повсюду какие-то водянистые, эти помидоры, огурцы, которые они продают, да. Ну, это были времена тяжёлые, а тут, представляешь, дешёвые китайские шмотки, да они сейчас нелёгкие времена. Значит, эти непонятные люди, их было так много, они были нищие, голодные, как мы в 90-е годы. И готовили какие-то детские безумные игрушки с ядовитой краской, там, чего-то ещё. Это казалось, что просто ощущение было, что это идёт какое-то большое нашествие. И нашествие людей, которые были грубые, плохо одетые, шумливые, там, какие-то непонятные, главное, непонятные для нас, мы их видели впервые. Хотя на Дальнем Востоке, например, прекрасно уживается масса национальностей, например, те же корейцы для нас, это не сюрприз, мы с ними живём всю жизнь. А вот китайцы вдруг, и поэтому возник этот страх. Но этого страха на самом деле, а дальше он уже, дальше он уже этот страх держался на том, что фактически у него как бы две составляющие этого страха, который возник о жёлтой угрозе. Первое, это то, что после развала Советского Союза осталась без работы масса на Западе политологов, которые были советологами в то время, да, и все переключились на китайскую угрозу, с одной стороны, а с другой стороны, это был очень потенциально выгодный шаг. То есть вот две такие ослабевшие, одрехлевшие империи, державы, да, Китай был ещё нищий, совершенно нищий Китай, огромный со своими проблемами, мы со своими национальными проблемами разложены до основания, голодающая страна фактически, девочки идут проститутками, там, жрать нечего и так далее. Страна пошла в разнос, это было видно. Да, но потенциально мы оставались, во-первых, ядерными державами, во-вторых, кто знает, что это может получиться, поэтому потенциально желательно было убить двух зайцев, столкнуть лоб-лоб Китай и Россию. Началась дикая пропаганда на Западе, её вели постоянно о том, что Китай – это угроза, Китай – это угроза, и Китай – угроза России. Нам тщательно старались это внушать. А московская либеральная интеллигенция эту мысль подхватила от западных политологов. Это было очень модно тогда говорить. И, честно говоря, я вспоминаю, что сама спала, скажем так, жертвой вот этого убеждения, потому что я помню, что в свой разговор с Бжезинским интервью, когда он узнал, что я из Хабарска, знаменитый Бжезинский, уже покойный политолог, он сказал, о чём вы думаете, Запад, сидит человек, который развалил Советский Союз, извините, он приложил к этому огромную силу, то есть это одна из его заслуг. И вдруг он беспокоится о моём Дальнем Востоке, говорит о том, что вы просто не понимаете, как НАТО может быть вам угрозой. НАТО вам не угроза. Вам угроза – это огромный Китай, который у вас под боком. Вы должны немедленно приступить к федерализации Дальнего Востока, то есть фактически расколоть его на кусочки. Создавайте свои круга, вы должны удержаться, вам нужно сосредоточиться с силой не с НАТО. НАТО? Какое НАТО? При чём это вообще НАТО? То есть они нас развалили, и нам же чучули вот эту идею о том, что наша главная угроза с Востока, а не с Запада. И все западные политологи мне твердили, причём, ты понимаешь, что это было такое абсурдное вбивание в голову, потому что они пользуются такими терминами. Ну вот вы на карту посмотрите, вот здесь пустота, а тут, значит, полтора миллиарда человек, а у вас там никого нет. Вот. Но, вот, знаменитая фраза, что природа не терпит пустоты, там, значит, не терпит вакуума, но это физика, а не социология. И это совершенно неправильно применять законы социологии к физике, к отношениям людей. Дело в том, что ведь Китай был всегда в этих местах. Он никуда не делался. Сколько там Китая тысячелетий, да? И он никогда не жил в этих местах, хотя до 1860 года официально это была часть Цинской империи. Безусловно, договор, который мы заключили в 1858-1860, там их два было, значит, последний был Пекинский договор, фактически Россия, которая тогда была на подъёме, отобрала, ну, это был неравноправный договор, был не очень хороший момент, потому что Китай тогда была дряхлевшая, изнурённая опиумными войнами с Англией, Соликобритания, значит, была, значит, с Британской империи, она была совершенно слаба, как империя, она разваливалась, у неё не было сил бороться за эти места, и поэтому мы фактически дипломатической хитростью говорим, мы эти места вырвали. И, кстати, китайцы нам этого, конечно, не забыли, что мы воспользовались их слабостью, китайцы вообще никогда ничего не забывают. Ну, это, простите, ход мировой истории, как только государство становится слабее, всегда найдётся тот, кто кусочек у него возьмёт. Возьмёт, да. Мы его взяли, но дело в том, что в тот момент там и не проживало особо китайцев, во-первых, это была, как правило, Манджурская династия, а Манджуры-то вообще не пускали самих китайцев, это считалось вообще не их, ну, как бы, чтобы они там вообще не было. И там, собственно говоря, никого не было, там были люди, которые ловили, ну, стали хижины, ловили трепанг знаменитые, трепанги. Значит, на китайском языке в Водевостоке это вообще, вот эта вот бухта, она называется бухта трепанга до сих пор, да, не считается. Вот это вот наш город, это бухта трепанга. Ну, никаких городов не было вообще. Были хижины рыбаков, были хижины охотников, потом китайцы любят, знаешь, всю эту экзотику, все эти змеи, тигры и так далее, они применяют это влечение, с которой ходили охотники, там масса всего. По-настоящему они не осваивали этот край, хоть они жили рядом тысячелетиями, он их не интересовал, он им не подходил. Китайцы, по сути, южные люди, теплолюбивые люди. Хотя, все приводят пример, а вот же есть Хэллоуин Диан, который сейчас, но не выносильно заселяли Хэллоуин Диан, потому что он по климату холодный для них, и люди, там очень много пустых пространств. И поэтому, собственно говоря, китайцы, скажем так, они нам не забыли, что мы у них отобрали, ну, как отобрали, подписан договор, но мы совершенно правильно сделали, что мы сделали демаркацию границ. Потому что Китай на подъеме, Китай фактически сейчас становится мировым лидером. Если бы мы в свое время, чем-то не поступившись, не сделали эту границу безопасной, мы бы сейчас были в очень тяжелом положении. Потому что, все, да, им жалко, сожаление, но на очень длительное время мы обезопасили свою самую протяженную границу. Скажи, пожалуйста, вот на улицах этого города, вот китайцев можно так вот сразу прямо увидеть, да? Их не скроешь? С пятницы по понедельник. А в остальное время они там где-то работают, в цехах? Нет. С пятницы по понедельник приезжают китайские туристы. 421 тысяч человек было принято, приехало в прошлом году. И 100 тысяч корейцев. То есть для них это тур выходного дня, посещение в Владимире? Это тур выходного дня. Я жила в гостинице, которая, значит, китайская гостиница, так называемая, даже с китайским рестораном, в котором китайцы никогда не ходят, потому что они презирают, как готовят нашу китайскую еду. И она была совершенно пустая, я ничего не могла понять. То есть я живу одна на этаже. И вдруг в пятницу, значит, я просыпаюсь от того, что топот по коридорам, масса людей. Я открываю, значит, двери, вижу множество китайцев, девочек, мальчиков, мужчин, женщин, старушек, пары пожилые, которые все хлынули, гостиница вдруг оказалась полностью заполненной. Партия вдруг заговорила на китайском языке. Понимаешь, я даже не позаливала, что он говорит на китайском языке. Выяснила, что он еще по-корейски умеет. И вся эта банда, значит, я потом совершенно ничего не понимаю, говорю, это кто? Они говорят, туристы. Говорю, как туристы? А что им тут делать? Это у них тур трехдневный, потому что в Владивостоке, честно говоря, больше чего на три дня, смотреть нечего. Они приезжают, это, ну, в основном не самые богатые туристы, потому что они приезжают автобусами, а автобусами тяжело у нас, там даже пограничные пункты. В общем, все время деньги украли, и так они построили нормальные пограничные пункты, потом снова выделили. В общем, и они все равно на этих автобусах едут посмотреть Европу. Они мне так сказали, как мне сказала одна китайская девочка на английском языке, что их класс поехал посмотреть Европу. Для них Владивосток, ну, тебе смешно, да, азиатский город. А Владивосток для них это европейский белый город, это очень круто, понимаешь? Они потом дома будут хвастаться, что они вообще очень любопытные, любящие путешествовать. А тут домой приедут, скажут, что я был в Европе. Я вообще был в городе, который раньше принадлежал бухту Трибанка, вот наш город, это наш город, вот все, это, значит, это наше место, это же интересно. Делать это там совершенно нечего. Они снимают эти селфи с памятниками. Я не представляю, что им показывают Европу, потому что сами гиды жалуются, что показывать, собственно говоря, нечего. Единственное, что их там развлекают, ну, летом там они садят на лодочку, они, значит, там катаются по морю, что-то еще. Ну, вот на мост посмотрят, на порт, и так-то, в принципе, их ничем не удивишь. Но им все равно интересно, но потом есть практически смысл. Потому что они скупают абсолютно все, все, что есть. Дело в том, что в Китае сейчас бум на экологически чистую еду. Китайцы въехали, что они у себя все загадили, свои едини абсолютно не доверяют. Тем более, ты помнишь, что знаменитый скандал с молочной смесью, от которой умерли дети. Да, детская молочная смесь, помню. Да, потом даже казнили несколько человек. Там продаются, например, немецкие смеси, которые в 7 раз стоят дороже, их сметают вообще все. У нас они покупают буквально все. Есть такая фабрика «Приморский кондитер», которая производит шоколад на водорослях. Это чудесный шоколад абсолютно. Так вот они поднялись на китайцев, потому что вот они приезжают и пачками увозят этот шоколад. Они скупают коробками. Упавший рубль сыграл тоже огромную роль. То есть они заходят в магазины парфюма и выносят ящики дорогого парфюма просто ящиками, а не просто какую-то коробочку. Они заходят, вся ювелирка поднялась на них. Они заходят в магазины золото, считают это золото очень красивым. Знаешь, там такие сценки, вот они стоят в магазине ювелирки, например, снимают золотые украшения, посылают по WhatsApp домой, нравится или не нравится. Жене, тёще, там все заказывают русское золото. Можно считаться очень качественным и дешёвым, и красивым. Они скупают золото, они скупают детскую одежду, потому что в Китае детская одежда очень дорогая. Правительство хочет не поощрять рождаемость, поэтому она очень дорогая. Они скупают, значит, мёд, они скупают все наши натуральные продукты. Всё, что попадает им под руку. Например, массовая идёт закупка муки с Алтая. Вот я знаю, что китайцы всю алтайскую муку сметают, потому что они верят. Более того, если ты хочешь, если они в Китае, они же очень хитрые, значит, в своё время, значит, Путин подарил, угостил... А, мороженое. ...председателя КНР мороженым, значит, да? И мороженое... Китайцы влюбились в мороженое, а наши подули, значит... И в этот момент хлынула толпа китайцев в Владивосток, и все скупали это мороженое. И что ты думаешь? А наши дураки считают, что так оно и будет. У них поднялось на 100%, выручка выросла за год. Тогда китайцы спокойно, поскольку мы же не заморачиваемся, чтобы там бренды мировые, регистрируют или что-то ещё, они немедленно на той стороне построили у себя фабрику и делают русское мороженое. Они просто украли рецепт и делают его. И поэтому теперь больше нет никаких продаж. Ты знаешь, шоколад Аленка продаётся в Китае. Шоколад Аленка, потом мы говорим, ну как же так, это же наш бренд. А они, мы не зарегистрировали бренд. Подожди, а качество тоже? Конечно, нет, но они же хитрые. Они перестали писать надписи на китайском языке на своей продукции. Они пишут либо на английском, либо на русском. Это тоже такая хитрость. И может быть, то есть крупными буквами на английском и на русском, а там где-нибудь изо, вроде как, как будто это перевезено оттуда, а здесь чуть-чуть перевезено. Понимаешь? В этом смысл. Все эти убики, всё, что вот, если стараются продать, то ни в коем случае не говори, что это китайское. Поэтому, вроде как, пришло с России, значит, экологически чистое. Поэтому мы просто полные идиоты, что мы сидим и не можем взять Китай, это огромный рынок, полтора миллиарда, со всеми нашими, например, та же Агуша, да. Приехал мужик с контейнером. Ну, он не с самой Агуши. Приехал с контейнером и прогорел, потому что в Китае надо было Агуша регистрировать марку, идти в Китай и создавать собственную сеть, бренд, регистрировать его, ставить точки розничные, и, послушай, полтора миллиарда, это огромный рынок. А наши вот сидят, что называется, на попе, считают, что можно как бы заработать. То есть у китайцев мозги совершенно по-другому устроены. Ничего им оптом продавать нельзя. Нужно самим организовать продажи, идти туда и на месте вот, значит, продавать. В общем, на китайцах, собственно говоря, зарабатывают весь Дальний Восток. И не только я могу тебе сказать, что ты заговорила о таком пытливом уме китайском, но это просто отступление, может быть, от нашей темы, потому что все-таки мы говорим о Дальнем Востоке, и есть ли там китайская угроза для Дальнего Востока, как об этом принято говорить. Недавняя поездка в чудесный городок Золотого кольца Суздаль, когда в одном ресторане русской кухни мы спросили, ну как у вас тут вообще туристы есть, чем живете? Говорит, если бы не китайцы, кормильцы наши не выжили бы. Представь, да? Да. Где Дальний Восток, где Китай и где Суздаль? Они очень любят путешествовать. Наша проблема в том, что... Да мне было шоком, потому что я в Японии уже не была несколько лет, мне сказали, что вся Япония заполнена китайцами. На улице Гинза, которая является самой дорогой в Токио, я помню, я помню, цены на этой улице, китайцы приезжают, покупают первый же чемодан Луи Виттон, и идут по этим магазинам, набивают барахло и уезжают. Китайцы строят свои харчевни, они даже захватили источники термальные в Японии, потому что у японцев, у китайцев историческое враждание, ненавидят друг друга. Во время Второй мировой войны, они же были страшные вещи, творили японцы в Китае. У них там уже китайский управляющий, у них там люди учат китайский язык. А мы сидим на попе и понимаем, что нужно завлекать туристов, потому что богатый турист китайский едет в Японию, едет в Корею, едет в Москву даже. Например, в Дальний Восток могу привлекать их, и очень много. Но чем? Потому что город Владивосток, Лен, я бы ехала и думала, блин, ну все время слышишь, симпозиум, конгресс. Да, 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 да. Чуть не третья столица. Третья столица, все. Вот, знаешь, честно говоря, мост до русского острова, все. Вот все, нечего смотреть. Во-первых, нет, у них великолепная еда. Но у них нет морских огородов, чтобы разводить. Надо вказываться в разведении морских огородов, потому что они обожают эту всю еду. Всех этих морских ежей, все эти гигантские устрицы, значит, там, вот все, что в Мидии, вот эта вся прекрасная натуральная живность. Казалось бы, займитесь морскими огородами. Постройте шикарные рестораны, у них всего несколько штук шикарных ресторанов. Сделайте так, чтобы люди приезжали гурманские туры, тогда тоже поесть богатый турист на гурманские туры, поесть настоящей морской еды. А у нас вся икра морских ежей уходит полностью в Японию. Она полностью вскупается в Японию. Вот мне моряки рассказывали, что она вся уходит туда. То есть мы не... А своим же не достается. Где у нас икра морских ежей? Нету? Я вообще первый раз попробовала в Владивостоке. Не-не-не, но в некоторых ресторанах в Москве есть, я могу тебе сказать. Ну да, но в целом моряки не сказали, что они все продают в Японию, а вовсе не в своей собственной стране. Даш, но тем не менее, вот ты говоришь о том, что во Владивостоке китайцев можно увидеть в массовом порядке только с пятницы по воскресенье. А зачем там иногда надписи на китайском языке в городе? Так для туристов-то они не сделали. Надписи для туристов. Как мы делаем на английском языке, сейчас в чемпионату мира, все везде пишем на английском языке, так они делают, дублируют. На всех ювелирных магазинах надпись на китайском, чтобы не знали, куда они идут. На всех магазинах сладостей, шоколада или всяких вот этих вот роскошностей все на китайском, естественно. Заходите в Золотая Русь на всех сувенирных магазинах, потому что это туристы. Пусть даже они не высокого уровня, но это деньги. Эти люди не высокого уровня вывозят золото, вывозят золотые украшения, вывозят парфюмы ящиками. Представь себе, что мы говорим всего лишь, даже не о среднем классе, а я бы сказала, такой полусредний класс. Гастарбайтеры, они есть китайские или их нет сейчас? Нет. Объясню. Конечно, осталось какое-то количество людей, которые уже вышли, поженились. В основном те, кто уже женились, обзавелись семьями, давно уже говорят по-русски. До сих пор сидят на рыночках какие-то вот оставшиеся вот эти люди, которые могут тебе починить там замочек или там... У меня папа, например, ходит в Хабаровский на рынке, всегда китайцы, у него там сидит два китайских работника, вот он мне ходит чинить там подметки, там еще что-то, брюки подшит. Ну, такое. То есть какие-то люди и остались. Их, естественно, после такого нашествия что-то осело, кто-то осел. Но в целом это люди, которые женились уже, все это уже семейные люди, это, я считаю, наши люди, да? А гастарбайтеры уехали, потому что, во-первых, первая была причина, у нас рухнул рубль, как ты помнишь, серьезно, несколько лет назад. Далее. Я помню, как... Вообще Китай, замечательные все-таки у них политологи и умение прогнозировать ситуацию, потому что еще шесть лет назад, когда я приехала в Китай, они все без шума и пыли, идут к своей цели. Они мне сказали, наша цель, мы уже давно поняли, что экспорт – это не выход. Мы сами себе рынок, у нас полтора миллиарда человек. Мы должны сделать ставку на внутреннее потребление. Мы должны сделать ставку, чтобы наши люди стали зарабатывать деньги и сами уже тратить их в своей стране. И тогда Китай поднимется, и мы не будем зависеть от экспорта в такой степени. Потому что у нас должны быть высокие... Если у нас здесь будет нормальная жизнь и зарплаты, мы самодостаточно абсолютно в этом смысле. И как они сказали, так они и сделали. У них за шесть лет выросли зарплаты, у них огромные зарплаты, у них огромные, но хорошие зарплаты. Гораздо больше, чем на Дальнем Востоке, понимаешь? Тем более рухнуши рубль. Вот тебе пример. Китайские рабочие – хорошие рабочие, в том смысле они строили и так далее. Их нету. Хабарский краймер сейчас страдает от недостатка рабочих, потому что им платят 40 тысяч рублей. Согласись, что для нас вроде как считается зарплата. А 40 тысяч рублей – это 4 тысячи юаней. А обыкновенные рабочие и строительные в Китае получают 10 тысяч юаней. Вот скажи, а ну ему надо ехать в чужую непонятную холодную страну, окруженную людьми, которые вряд ли будут к нему доброжелательны, на чужом языке, работать без семьи, тратить какие-то деньги, искать еду, потому что они едят только свою еду. И зачем им вообще это надо? И у них сейчас проблема найти рабочих. У нас спасала одно время Северная Корея, потому что северокорейцы идеальные рабочие. Они абсолютно адаптируемые, легко ассимилируются, ничего не требуют. Вот очень послушные, работящие, вообще, ну такой просто идеальный рабочий, который только есть. Но благодаря санкциям, которым почему-то мы поддержали против Северной Кореи, это большая ошибка. И взяли и будет из Дальнего Востока – это большая проблема, потому что ни китайских теперь рабочих, ни северокорейских рабочих. А рабочие там нужны. Именно те, кто умеет хорошо работать, понимаешь? Вот приехали узбеки и таджики. То есть все-таки закон о пустоте сработал? Нет, он не сработал. Просто потому что узбекам и таджикам жрать нечего. И они, в Москве их дофига, что называется, уже места нету, они поехали на Дальний Восток. То есть сейчас, если на весь Дальний Восток приходится по самым странным, если взять самую большую цифру, это 40 тысяч китайцев на весь Дальний Восток. Но это завышенная цифра. То, например, в Приморском крае находится 70 тысяч узбеков. Но подожди, мы говорим о легальной миграции или все-таки это... А нет больше никакой нелегальной миграции. Ее не существует. У нас очень жесткая система государственного мониторинга. Ее не существует нелегальной миграции. Даже давно, это прошлый век. Есть компьютерная система, которая четко отследует. Китайцы ехал, китайцы выходят, уж тем более с китайцами. А мы, дураки, еще понимаем, в чем проблема. Китайцы говорят, вы чего? Мы сейчас, слава богу, ввели для них электронные визы. Электронная виза позволяет им, значит, вот ты заказал, и ты уже подъезжаешь, у тебя виза готова, если есть компания из пяти человек. А нам давно нужно снимать вообще визовый режим, потому что китайцы не собираются. Простой пример. В одном Ванкувере живет 400 тысяч китайцев. В Нью-Йорке огромный Чайна-таун. Да по всему миру. Да. Китайцы. Есть хоть у нас в России хоть один Чайна-таун? Ты знаешь? Нет. У нас нет ни одного Чайна-тауна. А, хотя, ну, подожди, район Люблино, около торгового центра Москва. Вот там прям совсем Чайна-таун? Да нет, конечно. Там они, ну, просто они снимают там квартиры, потому что дешевле, вот и все. Но сказать, что там прям Чайна-таун, нет, нет, нет. Чайна-таун – это место, которое полностью заселяется китайцами, которое приводит своих врачей, своих, чтобы иметь свою медицину, свои рестораны. Потому что они могут жить только, они принимают только свою медицину, только свою пищу. Чайна-таун, блин, в Нью-Йорке что-то никого не пугает, понимаешь? И в Вангувире 40 тысяч китайцев никого не пугает. А у нас нет Чайна-тауна, на Дальевостоке вообще нет Чайна-тауна. Ни одного. Поэтому рассказы про то, что где-то, да, в Амурской области есть арендаторы, но вот... Вот я как раз хотела сказать, ведь еще одна пугалка-страшилка, да уж, коль мы сегодня некоторые мифы развеиваем, которые касаются вот этой вот желтой китайской угрозы, которая должна обрушиться на нашу страну, или уже таковой является... Все, я тебе рассказывала, что там сидит миллион китайцев. Никого там нету. Да, ладно, миллион китайцев. Нам говорят, что вот смотри, если китаец появился, обязательно он возьмет кусок земли, а лучше, значит, захватит его, начнет эту землю чуть ли не насиловать, выращивая на ней бог знает что, потом нам же будет продавать, потом слиняет оттуда, появятся следующие китайцы, но вот эта цепочка... Так, извините, для этого есть государство, чтобы отслеживать. Если я знаю, как вырубается лес, например, так это, извините, наша проблема. Мы давали им, у них все по закону, по бумажкам. Значит, кому-то дал взятку, кто-то взятку взял, разбирайтесь со своими чиновниками. То есть китайцам самозахватом не берет ни землю, ни лес, ни башню. Они берут его абсолютно за взятку чиновникам. И потом они нанимают местных многих работать. Китайцам уже невыгодно работать в России. Их интересует Россия как сырьевой ресурс. Им нужно отсюда золото, алмазы, редкие металлы, нефть на Сахалине. Им нужно оттуда лес. Все. Они хотят вычерпать из нас. Как территория мы их не интересуем. Это скорее экономический интерес. А не демографическая проблема. Подожди, а они готовы вкладываться в экономику. А вот у черта они готовы вкладываться в экономику. Китайцы крайне прагматичные люди. Их интересует... С ними очень трудно вести дела. С ними трудно заключать договоры. Потому что, чтобы заключить договоры, они могут сидеть и пить в ресторане года два-три и обсуждать проект. Пока они не поймут четко свои выгоды, чтобы она своей... Не интересуют вопросы дружбы, вы уже друзья, давайте сейчас бизнес делаем. На все это плевать. Они крайне прагматичны. Чем они и хороши, потому что они не несут с собой никакой идеологии. Им чихать на идеологию. Понимаешь? Поэтому у них... Но потом, если они пришли к решению, оно бы сделано немедленно. То есть скорость решения... Скорость принятия решения может растянуться несколько лет, если они не увидели свои выгоды. Если увидели, то сделают сразу. Но если уж делают, то делают сразу. Например, на всем Дальнем Востоке заинтересовало... На самом деле, самое крупное вложение, которое они сделали, очень практичное, это игровая зона, казино. Это было действительно золотое дно, а мы, дураки, его еще не раскрутили. Нашелся китайцы из Макао, поскольку разрешили сделать игровую зону, на черте где-то в Дальевосток. Я ехал там потора часа на машине, то есть специально, чтобы люди не проигрывали деньги. Вот. Это абсолютно казино, сделанное под китайцев. Там нет цифры 4. Нигде. Потому что цифра 4 обозначает в Китае смерть. Поэтому в Бакаре идет, я так подхожу, смотрю, настолько, где они играют, значит, я не вижу цифры 4. Там нет четвертого этажа, там нет 514-й комнаты, потому что это звучит, как я должен умереть. Значит, ресторан называется 88, потому что это счастливые цифры, и они специально, чтобы уходить к китайцам, только китайских поваров заказали оттуда. И что происходит? Почему, спрашивается, Китай летит играть в Владивосток? Там места в гостинице проданы на год, на год, в гостинице 100 мест, все продано на год. Невозможно, то есть они даже рекламу больше не дают, потому что нет мест, китайцы скупают все, и корейцы, кстати, много, и даже японцы прилетают. Казалось бы, ну отстроят и в этой зоне, сейчас уже, правда, нашлись еще китайцы, которые готовы вложить полмиллиарда, сделать еще одну крупнейшую гостиницу, тем более это на море, сделать гольф-клуб, сделать такое шикарное место, там рестораны, вложиться, вот в это они готовы вложиться, потому что это огромная прибыль казино. И играют там, там, конечно, можно и наши встретить, наши приезжают в игровые автоматы поиграть. Китайцы прилетают на три дня, те же самые три дня. Называется, так называемые джанкеты. Джанкеты, это люди, ну, даже переводится как, ну, любители острых ощущений, да. Их прямо, это 10 минут рапорта, они прилетают, их на шикарной машине встречают, за 10 минут доводят до казино, через, то есть он уже через 15 минут в гостинице, и он уже садится играть со стол. Потом они играют совершенно по-другому. Русский человек идет играть в казино, чтобы выиграть, а китайцы это делают для удовольствия, потому что ты можешь потратить деньги на баб, ты можешь потратить деньги на рестораны, а ты можешь еще, а там еще неплохая кухня, а ты можешь приехать и просто проиграть их. То есть для них они страшно азартные, но при этом у них нет ощущения, что тебя обманули. Это же золотое дно, качайте деньги из иностранцев, а не из своих, пусть они не проигрывают у нас эти деньги. Понимаешь, это настолько обидно, что мы не развернулись масштабно, потому что действительно там лесом будешь ехать, не доедешь. А китайцы легко, причем, я говорю, а почему они едут в Владивосток, почему не в Макао, например? Потому что в Китае запрещены азартные игры. Казалось бы, езжай в Макао. Оказывается, в Макао им нужна виза, им нужно лететь сначала в Гонконг, получать специальную визу в Макао, садиться на паром, приезжать в Макао, в Макао добираться до казино. А тут, поскольку мы наконец-то додумались, ввели электронные визы, вот он считает, с Пекина лететь два часа, из Карбина еще меньше, вот он считает, он вышел из дома, доехал уже, электронная виза уже заказана через интернет, он летит, сколько там, часа два лететь, его встречают, теоретически, из выхода из дома через два с половиной часа он сидит за игорным столом. То есть это сказка, зачем ему это Макао? И при этом он экзотик, он якобы в России, понимаешь, кто-то из них может выберется в город Владивосток и так далее. Но как бы, и поэтому для них гораздо интереснее экзотика близко. и они говорят, а что вы еще не строите? Строите, сюда полетит полтора миллиарда человек сидит, которые хотят играть. Я уж не говорю о южнокорейцах, у которых тоже всего одно казино на всю страну, и в нем очередь играть. Южнокорейцы прутся страшной силой, потому что им тоже интересно, это Европа, а поверьте, повторяю, это для них Европа. Да, да, Владивосток. Слушай, ну удивительно, конечно. Совершим другое представление, да? Слушай, да, и сколько все-таки тех возможностей, которые мы не используем. У нас, мы имеем рядом разбогатевшую, абсолютно реально разбогатевшую страну, где целый класс миллиардеров есть, миллионеров и так далее, и мы не умеем это использовать. Ты говоришь о том, что разбогатевший Китай готов приезжать, тратить деньги, но мы... Не на что тратить, понимаешь? Вот, например, Хабаровск сидит, который вот такой вечный соперник Владивостока, да, он сидит и просто плачет в городе, потому что есть остров Русский, которым половину отдали китайцам, да? Китайцы спокойненько обустраивают свой остров Русский, свою часть там, когда границу демаркировали, отдали. Вторая часть, это дачники, и это совершенно заброшенное. Почему она заброшенная? Потому что этот остров Русский, постоянно помнишь, хабаровские наводнения несколько лет назад крупнейшие, там нужна дамба. Китайцы, как бы, на кой черт китайцам вторая половина, в которую нужно вкладывать в инфраструктуру, которая им совершенно нафиг не нужна. Если бы Хабаровский край также бы получил вот эту вот возможность иметь игровую зону, потому что никто из Хабаровска, кроме богатых людей, тащится на русский остров, пенсионеры не будут, чтобы поиграть в казино, это уже понятно. Это идеальное отдаленное место, чтобы свои, значит, не играли. И они не могут добиться этой горной зоны, потому что это прекрасная идея, потому что они знают, как только объявить остров Русский и горной зоной, китайцы прибегут первыми, они выстроят дамбу, они выстроят казино. И в чем тут кайф? Потому что если в Вадивостоке им нужно хотя бы лететь, то тут они вот просто с острова Русский пешком пришел с деньгами, ушел без денег, понимаешь? Это же счастье какое-то. Более того, рядом городок Фуюань. Это китайский городок, значит, который очень, кстати, очень красиво, говорят, обустроенный город. И вот там туда в год приезжает в Фуюань 800 тысяч китайцев, китайских туристов местных. Я спрашиваю, а что им там вообще в Фуюань-то приезжать? А у них это очень символично. Фуюань – это самая восточная точка Китая. И китайцу важно рассказать, например, своим друзьям. Я был вместе и видел, где восходит солнце над Китаем. Для нас это кажется смешным, да, а для них это очень интересно. Тем более там очень красивый какой-то парк с медведями, со всеми делами. Там Фуань постарался, китайцы постарались. Вот представь себе, приезжает 800 тысяч туристов китайских в год в этот крохотный городок. От него по реке приятная прогулка, всего час, и ты в Хабаровске. Иди себе, играй в казино, это же можно просто высасывать эти деньги из Фуюаня. Это же будет просто реально клондайк, понимаешь? Лас-Вегас, блин, какой-то, который можно построить. И они прибегут первыми строить, но не дают Хабаровскую игровую зону. Понимаешь, не дают. Почему-то же не... Это все бюрократия, пока эта идея дойдет до Москвы, Москве нужно объяснять. Слушай, ну а что губернаторы-то интересно? Вот они сейчас говорят, давайте, ищите резервы, нужно деньги. Все решает Москва. В этом вся проблема, что нет, как бы, любой проект, он застрелется во всех бюрократических неувязках, потому что все должно уйти в Москву, в Москве будут думать. А в Москве, ты знаешь, потом все должно вернуться обратно. Это очень тяжелая система, мы об этом поговорим как бы позже. Вот, и, значит, вот это вот мы не просто, мы просто не умеем это использовать. Более того, вот тебе яркий пример. Китайцы обожают тот же Хабаровск, в котором, честно говоря, тоже особо нечего смотреть, тоже, знаешь, поездка на три дня, да? Ну, посмотри, маленький, ну, небольшой город, да, там, ну, какие-то улицы, старые, где-то старые здания. Ну, особо тоже смотреть нечего. Но для них это тоже Европа, вот тот же Фу Юань, да? И вот представь себе, как можно вообще с нами работать, мы должны привлекать китайских туристов. Я покупаю путевку на майские праздники. Сотни людей в Хабаровске покупают путевки поехать в Китай на майские праздники, потому что это очень приятный городок. Сотни китайцев в Фу Юань покупают путевки, чтобы поехать. Здесь открывается навигация, всего час по речке, романтика, теплое время, поехать на майские праздники в Хабаровске, потратить там деньги, понимаешь? На те же сувениры, на золото, на бриллианты. Бриллианты скупают. Вот. И что? Мы покупаем путевки. После чего таможня, говорит? Не, не готовы мы. Мы, может, четвертого откроемся, а может, позже. Ты представляешь, то есть вы всю зиму сидели, не могли подготовиться к тому, что к сезону, вы знали, что будут майские праздники. То есть сотни, мне звонит турфирма и просто говорит, пожалуйста, заберите ваши деньги, к сожалению. Кошмар. Можете представить, сколько бы страдало человек, сколько было... Но это же репутация, подрывается страны. Репутация, конечно, бизнес-репутация. Кто, в Китае бы, говорили, уже такую таможню бы расстреляли бы, это абсолютно, и бы их посадили. И в Китае вообще за последние 4 года посажены миллион чиновников за коррупцию, за плохую работу. Уж как минимум такую таможню просто бы уволили немедленно. Потому что они не просто сорвали людям праздник. Не заработали гостиницы, не заработали гиды, не потраченные магазины не заработали, которые могли заработать на туристах. И в Хабарске, и в Китае, ты понимаешь? А в Хабарске заработало бы даже больше, потому что китайцы щедро вот это вот все скупают, понимаешь, и тратят. И то есть на этом примере я тебе показываю, что нам, до какой степени мы глупые в этом смысле. И мы не умеем предлагать им программы, мы должны не бояться их, мы должны снять все визовые ограничения, потому что никто сюда не попрёт, а мы им не нужны. Ну подожди, вот смотри. Как же жить они тут не собираются? Мудро поступает Китай, да, вот у них есть остров Хайнань, на который ездит русский турист отдыхать, потому что климат, потому что море замечательно, всё прекрасно. Делают въезд безвизовым. Вот просто безвиз, приезжайте, отдыхайте, тратите деньги. Да, да, тратите деньги. Почему в этом случае не пойти по той... Вообще надо решать вопрос, если мы с Южной Карелии. Или мы их так боимся, что... Мы их так боимся. Они давно уже не работают гастарбайтерами, они давно уже, это не выгодно. Им никто не собирается приезжать, оставаться жить там, потому что им не устраивается чужая страна, надо учить язык. Зачем? Нет смысла. Их интересуют вот наши сливые ресурсы, но их можно качать без всякого присутствия там. То есть ты сам, приезжают бизнесмены, заключают контракты, суют взятки, а валят лез те же русские мужики и вывозят его, понимаешь? То есть как бы никакого китайского нашествия личи больше нет. Оно им просто не нужно. Ни чайных таунов нет, ничего этого нет. Остались китайские ресторанчики какие-то, с которыми с удовольствием едят, например, наши же граждане. Я помню, я рассказывала Диана Владимирова, она возглавляет в Дальневосточном университете федеральном кафедру Тихоокеанской Азии. Она мне очень хорошо знает китайский язык, вообще китайцев. Она говорит, вы понимаете, Дарья, я приезжаю, в Казань, по-моему, она приехала на конференцию по Китаю. И вот выступаю, где китаисты собрались. И вот она радостно рассказывает, что об самодействии культуры, о том, что у нас даже с радостью празднует китайский Новый год, потому что близко. И китайцы не приезжают, но нам это лишний праздник. А китайцы для нас добрые соседи. Мы уже привыкли к ним, для нас совершенно, мы их не воспринимаем как угрозу. И тут на нее все разом закричали, почему вы не бьете тревогу, как это так, китайский Новый год, куда сможет православная церковь? Подождите, подождите, секунду. Один святого Валентина. Секундочку, нет, в ГУМе, центр Москвы, Красная площадь в сантиметре, в ГУМе целую неделю звучала китайская музыка и праздновали китайский Новый год. Не надо нам рассказывать об этом. Представляешь, да? Москва. Да, Москва. И что, собственно говоря, это плохое? У нас масса чего-то, у нас и Хэллоуин праздновали, у нас и День Святого Валентина прижился. То есть и вдруг, ааа, нет, если это Китай, это засилие. Она говорит, да почему же засилие? Это взаимодействие двух культур. Для нас они просто добрые соседи, которые нам выгодны, просто мы не умеем им пользоваться. Они нам умеют пользоваться, выкачивать наши ресурсы. То есть речь может идти об экономической экспансии, но не о демографической экспансии. В смысле жить у нас они не собираются, им неинтересно это. Давным-давно. Поэтому, более того, мы не умеем им подать что-то, например, им не хватает адреналина, да? Ну, устроите вы, вот, например, для них, они восхищаются русской армией. Ну, устроите вы им прикол для богатых китайцев приехать там на военный полигон, пострелять из наслящего Калашникова, прыгнуть с парашютом, или там какой-нибудь боец, вернувшийся из Сирии, покажет им... Вот это они любят, понимаешь, экзотику. Тем более, что они реально этим восхищаются, да? Устроите им такой тур, там, не знаю, поход на медведя, что-то еще, да? Да, 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 да. Ничего этого нет, фантазия не работает. Если работает, то упирается в бюрократический препонт. То есть, на самом деле, то есть, устроите им, да, устроите им гурманские туры, если вы способны вырастить это все. Гурманские туры, вот прям так и назвать их, да? Хотите поесть настоящие прекрасные экологической еды? Вот, со всеми вот этими делами. Не умеет. Весь город Владивосток, это, ну, как он был город Владивосток, так и остался. Единственная разница с моим детством, это то, что там, ну, покрасили старые здания и выстроили мосты, кажется, и дорог, и несколько дорог. Это действительно серьезный прогресс у них. Выстроили мост на русский и построили шикарный университет просто, вот. В котором, кстати, учится куча китайских студентов. То есть, вот, видишь, наша проблема в том, что мы должны их сейчас привлекать, а мы их отталкиваем и боимся только потому, что сидят в Москве и в московских редакциях, на московских радио, и на московском телевидении люди, которые беспрерывно толкуют только об одном. Как нам нужно бояться Китая? И эти люди обычно, извините, попусы не двигают на Дальний Восток, чтобы посмотреть, а что там на самом деле происходит. Да, ну вот вы видите, что спецкорг комсомольской правды Дарья Асламова, которая решила проверить, насколько все-таки реальны те мифы, которые существуют о нашествии китайцев на Дальний Восток, свою попу оторвала от стула, туда поехала и убедилась, что их привлекать надо, а не бояться китайцев.